ребят скоро комната будет готовая а я не снимаю я ничего не снимаю чем занимаюсь даже не снимаю эта стена зашита с минеральной ватой самое смешное я конечно смеялась над этой звукоизоляции она классная во всяком случае мой телевизор ильгиз не слышит и вот тут час перегородку устраивает подрезает обшивает обшивает мой парень то стеночку себе обшивает молодчинка умочка ильгиз хорошее у нас с тобой хобби да вот кстати перенес он лампу вот эту вот то светильничек вот эти светильнички вот этот и вон там еще у нас стоит тоже такая же висит вот там мы их покупали самые самые дешевые чтобы мой этот дом заготовили на продажу и ремонт делали именно как на продажу а в итоге столько лет все висит стоит лежит ничего не портится свет включила посветлее вот моя комната вот вход в мастерскую ильгиза и вот из такие же двери кое-как нашли на этом же складе одни завалялись двери еще одни их давно уже не выпускают они завозят ну вот с разбросами 20 лет мы все три одинаковых приобрели да скоро уже и закончишь обштучу осталось обшить давайте прилепить и все можно красить белить и мебель заносить кстати этот твой не войдет стол то стол то не войдет разбирать разбирать и метровые проемы у него метр 0 метр 06 по-моему а нет нет 96 ширина понятно стол то большой ничего нового чё-то ильгиз не хочет может кровать тебе другую я кровать как-то не очень мне не нравится кровать бы купить с головкой сразу ковчик надо игровать надо ему ничего не надо ему надо вот все просто шкафчик купил да ладно а это ты на камеру соглашаешься ты же пони сейчас понимаю что магазины это сделанное мастерами это намного симпатичнее вот кровать дара купим и шкафчик купим почему вот где стоишь там и будет нет голова должна быть повернута на восток нет у тебя будет на запад ладно кошмар не договоришься эти парни прям на глазах комната превращается в комнату так нет ключи все смотрю как здесь будет освещение это светло ли нам будет очень даже светло одного окна было два окна в комнате теперь две комнаты по одному окну там у нас не очень сильно освещает вообще-то у нас ни в одном окне сильно не освещает вот уже какая комната вот уже какая у нас комната вот какая перегородка тоже звукоизоляция здесь прямо весь ты у меня эльгист будешь это звукоизолирован но ничего классно 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 полы звукоизолируешь зачем у себя зачем из-под низу чтобы не слышать это будет потом кстати мне люди кто-то говорил что вот эту вот стену надо снести и сделать одну общую гостиную вместе с прихожей здесь ребята пяти стенок здесь бревна большие толстая стоят ну так вырезать можно было проход вроде бы не такой маленький да вот где эльги стоит а побольше вот так вот арку да как будто бы да все надо тут с деревом то совсем другая работа да и ни к чему не надо нам этого не надо нам этого нам этого места будет достаточно здесь будет стоять также диванчик вот столик журнальный между ними и все нормально может диван жалко выбрасывать ему конечно четырнадцать лет он с шестого года ну хорошие выглядит нормально выбрасывать вроде бы и куда выбрасывать все прям все выбрасывать и вот этот уголок уже ставить нам некуда сюда он не войдет не знаю как мы тут расположим но вот так то вот здесь стало хорошо здесь вот длинная часть дивана там короткая часть дивана и между ними журнальный столик все это уберем беговую дорожку нульгис или к себе уберет пока потом на веранду может сразу на веранду не знаю как это все получится в общем мы пока есть силы вот вот халатик мы сейчас унесу отправлю его ворск сегодня сегодня нас 14 февраля мы себе делаем чтобы встречать старость было удобно чтобы нам ничего не мешало чтобы ничего нас не отвлекало на тебе комнату даль без чтоб все было сейчас уже больших комнат и не надо вот будет маленький вот этот уголочек неси 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 несет филис будет этот уголочек и достаточно хватит и по сейчас покажу кухню это все забывая показать вот 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 так 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 вот тут вот ильгис жил вот вот его стол компьютерный и вот из-за этого котла то что гудит и газовый котел вот он здесь жил но и живет пока кровать стол и шкафчик вот это самое это же самое он и хочет к себе в эту комнату перенести но я уговариваю на все новое конечно компьютерный стол не надо новый у нас хороший вот здесь у нас кухня вот кухня и вот эту перегородку между комнатой кухни мы дальнейшем снесем и будет это кухня столовая и вот к этой как к этому кухонному гарнитуру еще прибавится стол такой-то овальный стол со стульями но и куда-то посудомоечную машину надо будет впихнуть всего вот и все что мы имеем тут прихожая здесь туалет туалет с душем здесь лестница наверх на чердак просто на это многие спрашивают у вас вроде дом большой а ничего не входит ними не можете вы иметь кабинет и спальню вот эти кстати две комнаты у нас изначально были детские когда мы строили дом в одной жил старший сын во второй жил младший сын прихожей также было здесь была большая а здесь была кухня вот здесь стояла у нас кухонный гарнитур и и там вот там вдоль двух стен были хорошие лавочки которые здесь тоже сам делал стол холодильник а в эту сторону вот это все место вторую половину занимала наши спальни был вот этот вот кабинетик немножко был это компьютерный стоял здесь была печка вот там наша спальня была 72 даже не 72 но 6 на 12 у нас по бревна 6 на 6 вот этот срок 6 на 6 72 квадрата у нас весь дом по бревна вот все что мы имеем домик у нас небольшой и хорошо что у нас отапливает сейчас не сильно много надо а то когда у кого большие особняки то в копеечку влетает отопление газовое там сейчас двери раньше у нас здесь было окно на улицу просто окно здесь компьютер стоял стол компьютерный стоял вот как маленький кабинетик мы по очереди цельгизом здесь сидели здесь была перегородка с дверями мы заходили то есть мы заходили вот с этой кухни гостиная как было бы да да было сюда заходили в кабинет сначала а потом к себе в спальню так вот а потом придумали сделать мастерскую вот так убрали эту печку сначала убирали здесь перегородку естественно убрали убрали здесь окно и поставили дверь сразу входишь к нему входишь к нему в мастерскую так я конечно показывала все это но приходит новый спрашивает вот раз и мастерская гараж мастерская так у нас стоит здесь машина если что-то ильги сделает машину выгоняет на улицу но рядом есть еще один гараж холодный гараж это теплый также отапливается газом отопление здесь гараж теплый здесь что дома температура что здесь чуть-чуть похладнее здесь у нас 25 а здесь наверно 20 вот рядом есть холодный гараж вот это у нас два холодильника это под под консервацию после мамы уже принесла это морозильник ты последнюю до последний лист ну вот ну вот и все еще раз все показала всем привет хожу снимаю гиза а свое ничего не снимаю наверное у каждого бывает такой период когда ничего не хочется делать вот просто ничего настроение хорошее здоровье тоже хорошее делать ничего не хочется вернее всего я делать делаю мои точную роспись и заказом я никто не отменял их я делаю их-то я делаю с удовольствием а вот все остальное типа готовки или уборки или еще чего-то как-то надоело одно и то же даже мне кажется не в том смысле что надоело а пришел тот период зимы видимо когда вот понимаете из еды ничего не хочется вроде есть ты хочешь а ничего не хочется вот вплоть до того что пироженки мороженки и конфеты там все но вот как-то но ничего не хочется не знаю почему ну наверно это у каждого бывает вот и и вот я даже вчера съемку никакую не делала за эльгизом то я немножко хожу наблюдаю немножко снимаю себя и вот не стало ничего готовить эту капусту с кроликом мы доели вчера сегодня вот кровь из носу надо что-то готовить потому что в холодильнике вообще сейчас холодильнике нету вообще никаких у меня этих разносолов что-то одно сварю и все и вечера почему-то пришло в голову мне хочу окрошку а значит что то все равно хочется хочу окрошку буду сегодня делать окрошку и наверное что-нибудь выпечки сделала тоже миллион лет не делала ну то есть если мы месяц не делаем ничего из выпечки это значит миллионы лет поэтому надо что-то испечь вот сейчас у меня стоит я просто камеру на себя наставила сижу на кресле на кухне и жду когда у меня сварится яйца с картошкой остальное все приготовила и покрошу окрой эту окрошку сейчас я вам покажу какая у меня капуста так кислом стала пахнут три дня на у меня уже квасится вот и очень хорошо очень хорошо квасится вот наша капуста мой какой запах мой как вкусно взяла вилку я же всегда рукой вот так вот видите сок выдвинулся конечно с одного вилка соку немного тем более зимних сортов но достаточно ой какая вкусная три дня постояла постояла я всегда пробую мне нужно еще покислее вот она уже пенится когда большое количество капуста на пенис начинается с первой сутки но тут вот на третьи сутки нет вообще до вчера тоже пенилась все пусть стоит дальше приготовилась все для крошки ну сюда пойдут продукты те какие вы обычно применяете каждый у нас огурцы зеленый лук колбаса с колбасой вообще засада обычному брали полукопченую зареченскую наши нашего мясокомбината очень вкусно сейчас я стала читать ой не знаю ребята как выбирать колбасу как вы ее выбираете как вообще едите но для крошки мы несколько раз делали с мясом почему-то вот захотела с колбасой все хоть ты тресни и не полукопченой а свареной сейчас я отрезала чуть-чуть попробовал думаю господи всю всю окрошку испорчатой колбасой ну что уже есть купили то и есть будем 4 картошина отварила 5 яиц что мелковато они этот раз сметаны заправим кефир и на минералки и забыла поставить горчица и хрен добавлю все сразу сделаю уже сразу чтобы готовая была мы когда-то делали и но просто я сделаю сухой сухие все ингредиенты а потом каждый доливает кто-то на квасе мы пили и на кефире пили и на сыворотке и потом на минералку перешли но мы поняли что на минералки именно когда все вместе сделаешь и на минералке уже когда она постоит она становится еще вкуснее вот на кефире она когда постоит окрошка не очень вкусно становится какая-то кислая мне уже не нравится я всегда свежую ем а потом уже не очень а на минералке мне очень даже нравится ну все тут уже показывать нечего готовы результат только подключусь и покажу вот и все окрошка готовы мы тут уже пробу сняли вкуснятина сейчас магазинах и редиска есть можно добавить хотела я укроп укроп петрушка есть ведь у меня мороженое и свежий лук я купила в магазине тоже мороженое есть захотела магазинские но думаю надо было брать мороженое мне кажется он у меня там более ароматный ладно что сделано то сделано и вообще вкусное получилось конечно но это то что мы захотели что-то последнее время нам мясо с овощами надоело хоть здесь колбаса какой-то вместо мяса что-то не хочется курицу перестали есть тоже разонравилась тут с мясом не знаю видим организм как-то перестраивается на старческий лад что ли не знаю что-то еще из выпечки надо сделать но это видео я на этом и закончу выпечку что-то если сделаю или уж завтра утром или сегодня не знаю после обеда то отдельным видео выпущу выпечка выпечка должна быть отдельно чтобы потом рецепт не искать как я всегда тоже ищу кстати это тоже это окрошку увидела у себя же на канале начала листать дак думаю чужая там готовила чего же сделать и увидела окрошку ой вот это я хочу она спасибо ребята что смотрели слушали меня готовьте не болейте и до новых встреч ну вот как я мимо вот пройду и не поснимаю своего любимого то как он классно сидел осталось вон сколько зашить над дверями и все потом надо будет электричество делать да у тебя тут нет у тебя здесь темно вас не видно прожекта ну ты да и жарко вот понятно понятно ну все ну пока 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 пока